Десятки сотен могил в поселке Донском по документам лишь мираж. Лилия Мироненко недавно узнала. Ее ритуальная фирма оказывает услуги захоронения на несуществующих землях. Кладбище не числится в реестре городской собственности, да и госстатистики о нем ничего не известно. У нас основная проблема стоит по справкам для этих самых участников войны, потому что военкомат не принимает с печать у индивидуального предпринимателя. Там только должен быть административная печать. Еще в конце 50-х территорию под кладбище определила администрация района. Путаница началась в 2002-м. Тогда поселок Донской, построенный для энергетиков Новочеркасской ГРЭС, перешел в подчинение городу. Однако о захоронениях чиновники забыли. Уже больше полувека здесь хоронят жителей Новочеркасска. Именно поэтому несколько лет назад администрация Октябрьского сельского района и предложила передать эти земли в ведение города. Тогда-то в документах и нашлась первая неточность. Оказывается, общая площадь кладбища вовсе не шесть, а целых восемь гектаров. Фактически земли принадлежат соседней станице Кривянской. Новые руководители ссылаются на пробелы в работе предшественников. Найти свое же на карте владельцы территории до сих пор не могут. По документам кладбища вообще его нет. Как так могло получиться? Ну, не знаю как. Оно уже существует 25 лет, а как оно получилось, так. Отбращались мы, я обращался к мэру Волкову было, потом к мэру Кондратенко. На сегодняшний день найдено компромисс и как бы произведен, будет произведен ответ. Что за кладбище Фантом находится в пределах Новочеркасска, мэр поедет разбираться лично. Анатолий Кондратенко объясняет, обмен равноценными участками между городом и поселением невозможен. Сначала нужно заняться математикой и верно посчитать площадь. Границы соседних садовых участков, например, тоже документально не оформлены. Проверили, оказывается, там есть, наверное, элементы нарушения законодательства, но не с нашей стороны. Там сидят какая-то частная организация, она не наша, которая занимается захоронением. Но кто их уполномочен на это? Это вопрос. То есть занимаются этим еще и правоохранительные органы. Лилия Мироненко проверок не боится. Говорить с правоохранителями она уже встречалась. Показывала свои отчеты перед властями поселка Донского. Теперь женщина ждет, когда кладбище появится на карте и в документах. За ситуацией пристально следят даже в правительстве области. Губернатор отвел чиновникам на разбирательство всего две недели. Первая уже закончилась. Наталья Бешкарева, Юрий Санкин, Южный регион.Инфо.